Добрый день, уважаемые коллеги! Как следует тем докладу, он посвящен проблемам согласования с спросом рабочей силы и предложения. Понятно, что вопросы проблематики сферы занятости РНКР прежде всего попадают в сферу общественного внимания в периоды каких-то кризисов и трансформаций, но и в межкризисные периоды, такие бы маленькие они не были бы, все равно происходят колебания значительные на рынке труда и со стороны спроса на рабочую силу, со стороны ее предложения, и все эти колебания так или иначе опосредованы процессами движения рабочей силы, или шире, вообще говоря, движения населения и рабочей силы, которые происходят в различных формах, то есть это и естественное движение населения рабочей силы, и миграционное, и по видам экономической деятельности, профессионально-квалификационное, образовательное и другие формы движения. И все эти процессы движения, естественно, влияют на состояние сферы занятости РНКР, на параметры сферы занятости РНКР, на эффективность согласования спроса и предложения рынка труда в целом, и в особенности на отдельных его сегментах. Соответственно, наш интересный вопрос представляет характер этого влияния, или более узко можно говорить о том, что, если мы говорим про согласование спроса и предложения, то есть раз согласование – это некие структурные дисбалансы, много про них говорится и в экономике в целом, и на рынке труда они тоже есть, соответственно, можно ли эти структурные дисбалансы как-то сглаживать путем воздействия, допустим, на потоки движения населения рабочей силы, и вообще, как эти потоки способствуют ли они рассасыванию существующих дисбалансов, или наоборот, ухудшают ситуацию. Но это предполагает взгляд, с одной стороны, на тенденции формирования и размер этих дисбалансов на рынке труда, с одной стороны, и анализ процессов движения населения рабочей силой. Здесь, может быть, предложено несколько различных, рассмотрено несколько сюжетов. В принципе, говоря про размер дисбалансов, понятно, что надо договориться, что мы понимаем по структурному равновесию, можно по-разному, соответственно, структурную сбалансированность и несбалансированность понимать, но, допустим, принимаем за основу, если мы про рынок труда говорим, сбалансированность структуры вакантных рабочих мест, с одной стороны, и безработицы, с другой. И дальше, значит, можно оценивать уровень этой структурной несбалансированности, которая по различным сегментам различен, но по виду экономической деятельности на данный момент он несколько выше, по регионам порядка 25%. Соответственно, можно, допустим, в докладе институтской социальной политики была оценка того, как потенциал вклада в движение, то есть сколько бы могли быть структурные дисбалансы, если бы не было, допустим, межрегионального движения трудовых мигрантов. То есть вот оно и есть, и при наличии межрегиональной трудовой миграции мы наблюдаем такие-то структурные дисбалансы. Допустим, если отсутствует движение, это все играет в накопление структурных дисбалансов, тогда они получаются значительно больше. Значит, если мы говорим про виды экономической деятельности, то есть, соответственно, мы оценили общий размер структурных дисбалансов, но эти дисбалансы по-разному разбросаны по отраслевым рынкам труда. То есть есть, на самом деле, определенная концентрация этих несовпадений структур вакантных рабочих мест и безработных по видам экономической деятельности. Но если условно сопоставить уровень этих дисбалансов с интенсивностью движения рабочей силы, то получается некая такая картина, что есть виды экономической деятельности, где и высокая интенсивность движения торговли, и там же высокая несбалансированность на рынке труда. С другой стороны, есть виды экономической деятельности, как госуправление и здравоохранение, где тоже несбалансированность на отраслевых сегментах рынка труда большая, при, однако, низкой интенсивности движения рабочих сил. Под интенсивностью движения в данном случае мы опираемся на статистику Росстата о приеме выбытия работников по крупным и средним предприятиям. Соответственно, здесь есть еще вопрос, что, соответственно, если в результате этого движения идет выбытие сектора крупных и средних предприятий, то это идет выбытие куда-то в другие секторы. Мы сегодня уже говорили об этом, что, допустим, движение уходит куда-то в неформальную занятость или, может быть, за рамки рынка труда, если люди выбывают с рынка труда. Теперь пару слов по профессионально-конфекционной разрезу. Если опираться на данные Росстата, упоминавшиеся сегодня данные обследования рабочей силы Росстата, то примерно 80% всего населения могут быть отнесены к высококвалифицированным и квалифицированным работникам, если агрегировать группы занятий. Соответственно, с течением времени происходит естественный тренд в сторону увеличения доли групп занятий, которые требуют все более высокого уровня квалификации. Если посмотреть не население 15+, а по группам, то есть занятые безработные лица, не входящие в рабочую силу, то, естественно, структура занятого населения смещена в большей степени в сторону тех же групп занятий, требующих более высокого уровня квалификации. И по определению среди занятых нет тех, кто не имеет опыта работы, а в то же время среди безработного населения и лиц, не входящих в рабочую силу, можно заметить, что доля неквалифицированных работников и не имеющих в профессии квалификации довольно высока, что, по-видимому, создает определенные сложности при поиске работы, с учетом наличия достаточно высокой застойной безработицы на рынке труда, до, по крайней мере, кризисных явлений, она достаточно заметная была, в том числе, потому что недостаток опыта и квалификации мешает безработным найти соответствующую работу. Но если говорить про, можно те же дисбалансы оценить в профессионально-квалификационном разрезе, структурные, да, и в данном случае, вот, как бы, разбросать их еще, как бы, вот, по структуре, то есть, вот, здесь в табличном виде вкладка, как бы, вот, с отдельных групп занятий в этот, значит, структурный дисбаланс показан. Опять же, можно видеть, что существует вот высокая концентрация, то есть, есть группы занятий, где, вот, собственно, большой дисбаланс между, значит, неудовлетворенным спросом на рабочую силу и, соответственно, неудовлетворенным предложением рабочая сила существует. Но более, как бы, вот, если мы детально, это будет видно, значит, допустим, вот мы смотрим, вот, как бы, разрез, кто такие структурные безработные, да, то есть, мы, значит, смотрим только те, вот, сектора, где, вот, именно больше безработных, то есть, здесь, вот, сектора, в смысле, в данном случае, сегменты, как бы, рынка труда, группы, отдельные группы занятий. Значит, вот, из всей численности безработных у нас, соответственно, вот, порядка, там, полумиллиона, именно, вот, как бы, структурные, то есть, для них нет работы в соответствующем, как бы, для них секторе, а именно в секторах, где менее квалифицированная рабочая сила сосредоточена. И дополняющая картинку, там, где на предыдущей таблице были, там, где лишние вакансии. Это абсолютно симметричный взгляд. У нас структурных безработных, там, если 20 или 25 процентов общей численности безработных, соответственно, и порядка 20-25 процентов от всех, учитываемых статистикой вакансий, тоже они структурные вакансии. То есть для них нет подходящей. Я правильно понимаю, вакансии есть на высококвалифицированных, а безработные в основном низкоквалифицированные. В данном случае, да, соответственно, если мы разобьем группы высококвалифицированных, в данном случае агрегат максимально крупный, 9 групп занятий, если разбить более детально, посмотреть, допустим, специалистов высшего уровня квалификации, допустим, тоже там по группам, да, там будет, как бы, картинка чуть более сложная, потому что внутри, как бы, вот, там специалистов высшего уровня квалификации тоже, как бы, своя специфика, как бы, есть, да. Ну, это, как бы, на самом деле, как вот неудовлетворенные спросы по оси X, это уровень безработицы, да, по Y, доля неудовлетворенного спроса, то есть, просто, чтобы не возникало впечатления о том, из предыдущих таблиц кажется, что, как бы, только в одном секторе, как бы, безработицы вакансий, проблема в том, что, как раз, вот, в секторах, в ряде секторов, и вот, как мы видим, по видам экономической деятельности, и, соответственно, по профессиональным функциональным группам происходит, как бы, интенсивное движение рабочей силы, и, соответственно, есть и неудовлетворенный спрос, то есть, вакансии, как бы, есть безработные, но, значит, на выходе мы, вот, как бы, имеем и большой объем безработицы на рынке труда, соответственно, вот, раз существуют, как бы, вакансии, значит, либо они там, не там созданы, либо по каким-то другим характеристикам они, вот, не удовлетворяют людей, по крайней мере, в данный, как бы, вот, там, момент времени срез, да, ну, в центре, как бы, вот, России, да, и, вот, все эти девять, как бы, групп представлены. Ну, и, соответственно, вот, как бы, устоявшись на этой традиции, несколько, как бы, вот, замечаний относительно, вот, как бы, дальше, что будет с тенденцией движения населения и рабочей силы, да, вот, вот, то есть это была, как бы, картинка, грубо говоря, текущая, как бы, инерционная, да, на некоторой степени, вот, соответственно, вот, проблем в том, что, как бы, дальше, значит, потоки движения, вот, есть, как бы, ряд факторов, которые, можно сказать, будут, значит, действовать в направлении усиления движения населения, населения рабочей силы, и, соответственно, вот, какие-то идеи относительно того, почему это, как бы, будет замедляться. Значит, есть здесь, вот, например, там, если прогнозируем, да, спад экономики, там, сокращение спроса на рабочую силу, то, соответственно, с одной стороны, как бы, это, безусловно, фактор, как бы, то есть, в данном случае, как бы, ускорение, как бы, движения, прежде всего, как бы, это, значит, большие будут объемы движения, связанные, вот, допустим, с высвобождением рабочей силы, да, у нас, безусловно, как бы, вот, миграционные потоки будут более интенсивные, значит, поскольку мы, вот, из одного, как бы, уже, опять же, здесь говорилось, из одного кризиса в другой, то, вот, у нас интенсифицировалось, на самом деле, естественное движение населения, и, вот, то, что, как бы, вот, про сегодня, там, про выбытие человеческого капитала, да, как бы, на самом деле, вот, об этом тоже уже много говорится, есть и проблема потери, там, трудоспособности, и временной, как бы, как, в результате, как бы, там, там, длительного лечения, соответственно, постоянной потери, туроспособности, и это уже очевидно, что, как бы, будет фактор, как бы, через, вот, демографию длительного такого воздействия, то есть, это, как бы, уже не конъюнктурная вещь, вот, ну, и, соответственно, вот, на самом деле, будет какая-то, вот, опять же, если у мостя к предыдущим докладам, вот, был у нас доклад про нелезанятость, да, удаленную, это, на самом деле, как бы, вот, в принципе, пример некой трансформации, да, форм движения рабочей силы, то есть, как бы, на самом деле, просто, вот, вот, занятость приобретает новую форму, да, как бы, удаленную, да, ну, и, вот, так сказать, вчера обсуждалось, какие там регионы от этого выиграют или нет, например, да, и тут, а, собственно, там, межрегиональное движение рабочей силы, как бы, если все там сидят удаленно, вот, и работают, оно будет, наоборот, замедляться. Ну, и, в принципе, как бы, наверное, вот у нас там в перспективе будет возрастать, как бы, конкуренция за рабочие места, вот, поскольку, как бы, вот, если спрос сейчас экономики на рабочую силу будет сокращаться, соответственно, это тоже, вот, как бы, такой вот, от, ну, некий, по крайней мере, временный отход от рынка, вот, там, соискателя, как бы, сейчас... Чуть-чуть погромче. Ой, виноват. Ну, собственно, я, как бы, в основном все уже озвучил, но, вот, только не сказал, вот, про, там, наверное, адаптационный механизм, но это так, и без этого, в принципе, ясно, да, это, вот, много говорится, что у нас традиционная, как бы, адаптация, да, вот, любят во время, как бы, кризисные периоды адаптация рынка труда происходит не только в результате падения, там, занятости, а за счет, вот, допустим, сокращения, там, заработной платы и других, каких-то перевод, там, на неполную занятость, вот, то, что, вот, скрытая беззаработница, ну, сегодня это тоже, как бы, звучало, когда, вот, оценки, да, прогнозные оценки падения занятости, что они могут быть другими, если, вот, включено, условно, это, как бы, вот, называется, там, типа, вот, особая российская модель рынка труда, на самом деле, вот, пандемию, как бы, вот, если, говоря, благодаря, наверное, мерам, там, поддержки и так далее, это, вот, особенность российской модели труда не так явно проявлялась, да, там, как бы, вот, не было такого, прям, резкого роста, то есть, там, неполной занятости или, там, ну, других таких, вот, традиционных для этой российской модели рынка труда вещей, сейчас, наверное, это будет уже опять, опять более похоже, то есть, других механизмов просто, как бы, вот, пока не придумано, ну, на этом все, спасибо. Спасибо, Иван Борисович, пожалуйста, комментарии, вопросы, коллеги. И это есть вопросы? Да, пожалуйста. Да, пожалуйста. А в России, где такой филар, который так же адаптируется? Или он уникальный? Ну, его сделали немножко уникальным, потому что это хорошо звучит, как бы, вот, там, российская, как бы, там, модель адаптации. На самом деле, это просто очевидный, как бы, там, механизм для, вот, стран с постсоветской экономикой, да, вот, то есть, ну, для, для стран, там, СНГ, это было достаточно типично. Это, в принципе, показывалось тоже на странах, вот, вот, восточной Европы, то есть, там, Польша, Чехия, но, вот, появилось, как бы, да, то есть, активно этот вопрос исследовался, естественно, в 90-е годы. Дальше уже и экономики, и рынки труда развивались, как бы, уже немножко по своим траекториям, и сейчас, как бы, такого полного сопоставления, как бы, уже трудно сказать, какой рынок труда, как бы, вот, там, если конкретно в данный момент привести пример, не скажу. Ну, мы тоже, как бы, стали уже не такие специфичные, да, у нас, как бы, вот, есть, и вполне, как бы, рыночные механизмы, там, рынок труда у нас тоже все рыночнее, хотя он инерционный до сих пор, но все более рыночный. Так, пожалуйста, ищу вопросы, комментарии, коллеги. Пожалуйста, Евгений. А вы делали оценки, вот, какие, вы спросите, какие регионы имеют самые высокие диспалански, экономические диспалански? Ну, актуальные оценки, так сказать, вот, по, там, в 21-м году таких, наверное, нет. Ну, в принципе, мы делали вот оценки, как тенденция движения населения рабочих сил, влияют ли они на оценку степени, там, напряженности, именно на региональных рынках труда, почему? Потому что нас заинтересовал вопрос, вот, есть, собственно, там, некая управленческая задача, да, оценка напряженности на региональных рынках труда, вот, соответственно, есть там набор критериев, которые учитываются при учете, как бы, оценки напряженности. В принципе, если говорить формально, то дисбаланс вносит, как правило, регионы, где, так сказать, структура вакансий, структура безработного населения сильно различают. Ведь это, с одной стороны, вот, наши труды, условно-избыточные регионы, да, где высокий уровень безработицы, северо-кавказский федерального, ряд регионов, как бы, вот, в том числе и сибирского федерального округа. А с другой стороны, как бы, вот, в принципе, там, вклад Москвы очень большой, как бы, был до тех пор, пока вот в Москве был большой навес вакансий, вот, в Москве, в принципе, одно из первых мест занимало, в последнее время это несколько ситуаций, как бы, выровнялось, да, вот такой навес из лишних вакансий, он, как бы, там, в Москве чуть уменьшился, и, ну, как бы, нам, в макроэкономическом смысле, что на уровне региона всего, на уровне всей Москвы, да, ситуация стала чуть более ровной. Ровный. Так.